Я Эдзик Солак Виштоноян. Родился 1 октября 1975 года в Калининском районе, село Мецаван. Я начал работать в Калининском райотделе в милиции. Поступил там на работу. Я там работал до 2018 года и на звание майора вышел на пенсию. После этого я два года поехал в Россию на заработку, а в 2020 году уже из-за коронавируса не мог я с семьей поехать в Россию на заработку. Остался здесь. В Армению тоже занимался строительством. 27 сентября, когда началась война с Азербайджаном, мне и сына там поймали на стройке и отвезли в военкомат. Я военкоматом договорился, чтобы место сына мне забрали. И договорился, что я должен службу везти в территории в Армении. Не хотел поехать в Карабах, потому что это не наша земля. Если надо, за Армению я готов служить, а за Карабаха не хочу служить. Мне отправили в Алавельдинском районе, заставив служить. Несколько дней я патрулировал там, потому что оттуда военнослужащих отправили на границу с Азербайджаном, чтобы они там воевали. И там мне сказали, что вы должны службу везти на другом части, на территории в Армении. И со мной еще одного отвезли до Еревана. Там нас ждал уже КАМАЗ, на котором были уже люди. Там мы вместе собирались 33 человека. И там нам тоже всех обещали, что не везут в Карабах. Потому что мы знаем, что это не наша земля, и нам не надо туда поехать. Они обещали, что мы будем служить на территории Армении. Когда выехали Горис, остановились КАМАЗы, нам раздали оружие, автоматы. Мы не хотели брать оружие, но там нам уговорили, что это для безопасности. Самозащита может понадобиться. И так нам отвезли на территорию Азербайджана в городский район. Там нам показали места, где надо окопы копать. Мы начали окопы копать. Когда начали бомбить, мы встали и убежали. Со мной те, которые были, 33 человека, они были молодые. Еще там на заставе было где-то человек 15 до нас, которые там служили. Они все были молодые. Убежали, и я не мог с ними убежать. Решил сдаваться. Бросил автомат и сдавался Азербайджанской армии. Обращаюсь ко всему армянскому народу, дорогие соотечественники. Не надо отпускать наших детей воевать в азербайджанском территории и проливать кровь. Мы раньше жили очень хорошо. Мы были друг с другом очень близко. У нас были добрососедные братства и народ.